Я только что для тех, кто включил этот подкаст, пришел к Эти и говорю, я устал, я хочу спать. И Витя такой, ложись, спи. Теперь у нас чай с молоком, печеньки. Все, идеальные условия. Сексистская атмосфера. Да, я же вообще, это же, бабушка. Прикольно, я сейчас поймал себе на мысли, что родственники любят нарушать наши личные границы. И это. Но при этом сильно следует за тем, чтобы мы ничьи не перешли. Понял? Туда не лезть, сюда не лезть, все, мы остаемся в нашем закрытом мерку и так далее. Что, ну, породоксальная штука, короче. Да вообще, слушай, вот что замечаешь в разных местах, что есть везде, особенно если очень локальная какая-то тусовочка, грех совершить, не грешно, грешно распространять факт того, что грех был. Сто процентов. Понял, что не так страшно ударить человека, как страшно ходить и рассказывать, что кто-то из нас, кого-то ударил, тут у нас, мы что ли такие, что мы тут бьем всех, а мы такие, мы всех бьем, на самом деле. Но главное, чтобы никто не узнавал. Да, да, да. Я в этом, да, это настолько казахстанское, мне кажется, что типа... Ну, я говорю, это СНГшное. СНГшное, да, СНГшное. Я просто сейчас на нас примеряю конкретно, но сто процентов это СНГшное. Что типа вот, я знаю много девчонок, которые могут кайфовать, и это нормально, мы свободное время живем в 21 веке, которые могут с кем-то зазнакомиться, отдохнуть, классы провести время, даже сексом заняться, все нормально. Ну, блин, не дай бог об этом люди узнают. Все, стыд, позор, короче. Вообще, я понял, вот что, в СНГ все можно, но по-тихому. Блин, ну, прям как вот в армию, приходишь, тебе так говорят. Угу. Все можно, если осторожно. Да, да, все можно, пока не спалили, типа не было преступления, получается. Да, 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 да. И мы вот приучены на это. А в армию это пришло? Я уверен, с тюрьмы. О, прикольно. Мы все тюрьма. Слушай, я какого-то типа читал в твиттере, случайно мне попались его твиты, у него, он в Канаде живет, и у него вот такая есть концепция. То есть, все, кто спрашивает его про Россию, он рассказывает, что вам суть российскую расскажут не из учебники истории, не что-то, а описание тюремного быта и тюремных понятий. То есть, тюремные понятия так жестко перекочевали в наш быт, ну, уже не в виде тюремных понятий, а в виде просто правил поведения ролевых моделей, что мы в целом-то очень сильно легко объясняемся. То есть, наши, эти, объясняются, наша гомофобия этим очень легко объясняется, наша вот нелюбовь к кунилингусу, вот это повсеместно. Знаешь, вот такие вещи, которые точно, это, конечно, не мой прикол, это уже притча в языцах, это все об этом уже рассказывали, что у каждого россиянина внутри живет маленький зэк, который подвергается мнению все, что ты делаешь постепенно. Постепенно. И ты сразу по чек-листу проходишь, запетушат ли меня за это на тюрьме. Если не запетушат, тогда я буду это делать. Это для нас вот признак брутальности и мужественности. То есть, женщины, конечно, пытаются нам рассказать, на самом деле мужчина, который плачет, это вообще мужественно, и женщины такое точно уважают. Если это уважают женщины, значит, вообще-то это мужественно. Ну так, если подумать, ты же мужчина, как мужчина определяешься для женщин. Сто процентов. В какой-то утрированной форме, конечно. И ты мужчина, можешь быть мужчиной только покуда есть женщина, потому что вот такая вот эта бинарная оппозиция, то есть они стоят как бы в... Антонимы, короче. Они не антонимы, понимаешь, что они целое это тоже какое-то образуют, но тем не менее часть, и вот на разных частях спектра. Но ты... Всё, если понятие женщины исчезает из мира, то и понятие мужчины не нужно. Все мужчины тогда. И поэтому вот мы через друг друга определяемся, хотим мы того или нет. Да, согласен. Окей, в этом есть правда, да. И получается, что, конечно, как будто бы, если ты плачешь, а женщины считают, что это нормально, так и какая проблема-то в этом? Вообще-то никакой как будто бы. Но за это запетушат на зоне. Да, насколько, братан, мы в этом плане, то есть, опять же, я сейчас не превозношу, но многие говорят, да ты запарил молиться на свой запад, и всё такое там, что я когда-то какие-то кейсы оттуда рассказываю, я говорю, так вы все молитесь, просто вы можете это напрямую признавать, а можете опосредованно. Но, короче, я вот что пытаюсь сказать, насколько... С одной стороны, мы отстали, а с другой стороны, меня это немного пугает, что там же сейчас кейс вот этой феминной мужественности, ну, условно, тот же этот, как его? Тимати Шаламе. Тимати Шаламе. Все такие, вау, просто секси. А по сути, ну, он же довольно феминный, если так. Ну, андрогинный, такой тип, называют андрогины. Да, он ни мужчина, ни женщина, визуально у него нет яркой черты, которая говорит, вот это мужик. Не, ну, он себя ведет там, как супертип с яйцами по ходу сюжета. Ну, это понятно. Ну, то есть, мы говорим чисто тупо визуально, вот ты видишь, что твой персонаж такой, это андрогинный персонаж. Да. Вот такой у него... Да, да, да. И насколько... И то есть, вот этот коктейль, понял? То есть, через фильмы это приходит сюда. То есть, я вижу тоже здесь большое, тем более, что особенно, как я уже говорил, в Казахстане дофига же молодежи, здесь это быстро тренд подхватывается. Но при этом внутренний язык тоже присутствует. И я имею в виду, насколько мы отстали от них, что у нас даже вопрос в этом не так стоит. То есть, я имею в виду, феминно выглядящий мужчина, мы можем восстаргаться с ним в кино, но не на улице, понял? То есть, имейте в виду, я никогда в жизни не скажу ничего плохого такому человеку, но подсознательно я подумаю, вау, ну это сильно, что ты так двигаешься. Ну, то есть, ты вот так выбрал выглядеть. И это тоже мой внутренний гомофоб, короче. И у меня сейчас, я же на эту тему концерт сейчас пишу, про вот эту всю внутреннюю агрессию, как с ней бороться, что нас ее вколотили, и теперь мы с ней живем, что типа, ну, что это вот то, о чем ты говорил, что я плачу, и это нормально, что я не всегда ищу конфликты с людьми, короче, что вот это, но подсознательно все равно. Так что я допишу этот концерт, он прикольный, вау, что-то на меня прям эмоции нахлынули. А потому что вколотили вот это слово, я прям вспомнил, как они такие, Миша, ты мужик, ты иди мужик, мужицкие, мужицкие дела должен делать, ты должен крушить лицо. И там еще же нет права на ошибку, вот что самое страшное. То есть у меня были ситуации, условно, в армии, где я что-то пи*** случил, и я такой, надо восстать. Но у тебя нету, по какой-то причине, я не знаю, тебе страшно, духа, не знаю, чего-то нету. И ты не восстаешь, и ты думаешь, ну все, я больше не мужик. То есть я 25 лет, или там 20 лет выстраивал, двигался в позиции, я мужик, 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 я оступился, все, больше нет. Потому что в тюрьме так. Ну, понял? Ну, это условно, конечно, но условно в тюрьме, мы вряд ли прям, когда это думаем, думаем прям конкретно про тюрьму. Но как внутренняя тюрьма хорошо. Вот есть у нас внутренняя тюрьма. Мы из клетки там орем. Хотел плакать. Да, да, да. Так что вот эта тема есть. Братан, смотри, отходя от темы, вот что хочу тебе сказать. У меня есть блог, я не знаю, может мы это вырежем или нет. У меня есть блог, который я хочу записать, и я не уверен, что он нормально воспримется людьми. Но давай запишем, если что, мы вырежем его потом. Мы вырежем, это сразу рассказывай. Но если есть такие вопросы, я это вырезаю сразу. Вот это тебе по сути весь блог практически рассказал. Я бы на твоем месте поднимал эту дискуссию. Но то есть поднять ее есть смысл. Плюс ты здесь как раз и не выступаешь в этой агрессивной позиции, и скорее проясняешь, как это происходит. Но тут, конечно, надо, как мы в прошлый раз с тобой обсуждали, очень аккуратно быть с формулировками. Этот блог надо не из головы рассказывать, его надо рассказывать из прописанными стальными буквами. Доза пятой. Да, потому что тут прямо, знаешь, до каждого слова. Просто видишь, что ты такой типаж описываешь людей, это вот такой типаж, который вот любят цепляться за слова. Как в тюрьме, знаешь, вот... Все, все, ладно. Хорошо, понял. Ну вот я тоже так и подумал, но просто решил, что твое мнение лишнее. Я, главное, его хотел спросить, он такой, а спросить у него нельзя, можно только поинтересоваться. У меня тоже... Эти типы тоже. В смысле, я тоже раньше таким был, но мне, как раз, сейчас так говорят, я такой, так спроси, братан. Ну. Он такой, нет, спрос не буду держать. Я говорю, так не надо ничего держать, ты просто задай вопрос. Да, в армии же тоже такой же дослов и есть, да и почти жесткий причем. Сто процентов. Можно, а можно за хуй подержаться. В армии только разрешите. Можно Машку за ляшку, козу на вазу, вот это все. Да. Да, да. Там тоже все время этот... Какое конево, что мы такие, такс, даже не так сказать нельзя. Понятно? Ты должен... Ты провоцируешь нас. Но у меня есть такое ощущение, вот представь себе людей в закрытом пространстве и у них нету другой игры, кроме игры в язык. То есть у них все, что у них осталось, это все осталось от животных. Иерархическая система, доминирование и от человека им пришел язык, который тоже, ну, лучше к животному свести чему-то. А вот, ну, этот язык способ доминировать. А что им делать? Они сидят, прописывают свою маленькую конституцию, только словесную. Ну да, согласен. Короче, от безделья, да, скорее. Я думаю, что ни в коем случае, конечно, эти люди не бездельничают. Люди заняты важнейшим делом, уважаемые люди. Защита Родины. Тем не менее. Так они же бездельники все люты. Я просто серьезно, а что еще, чем заняться? Ну вот давайте так сделаем. Ну да. Это не то, чтобы оправдать, но просто так это работает, скорее всего. Я думаю, что в Армите, в Армите то же самое придумали из-за этого. Где-то есть часть, где типы рисуют. Они такие, а ты, а что ты написал до прошлой недели? У нас так не принято вообще-то. Да. Акварель, ты что? А все равно бы ответили. Ты что, черт? У нас гуашная рота. Ты может еще и танкист, танкист, акварелист, как говорят у нас. Отлично. Еще и в рифму. Очень хорошо. Если в рифму, в армии это сразу плюс 100 к авторитету. 100%. Если что-то в рифму, казу, навазу. О, это истина. Добрый вечер. Опять же, о важности языка, понимаешь? Да, да, да. Боевая могила пехоты. Какое уважение к языку? Если в рифму, то это высшая форма, знаешь. Да, это, армия это разминка. Армия это древняя Греция. Ой, смешно. Там тоже сидят элитарии, за которых все делают рабы, а они думают о вечно. Хорошо. Не древняя ли Греция, брат? Хорошо. Да, и вода не везде есть. Баню любят, там вообще все сходится. Класс, класс. Армия это древняя Греция. Там где-то должен быть, как звали этого типа? Диоген, да? Который жил в бочке? Да, да. Да, это диоген. Все, все. Ой, он вообще, он забавный тип. Диоген? Да. Он крутой. Мне нравится с македонским, вот эта штука. А, уйди ты загораживаешь мне солнце? Да. Что я могу для тебя сделать? Он говорит, отойди и солнце загораживаешь. Да. Круто. Даже если это миф, он крутой. Короче, они этот же представители целого течения. Он не первый, я не помню этого типа, который разработал эту ключевую идею, но он как бы главный популяризатор этой идеи. Они называются киники. Киники? Киники, это такое течение. Окей. Они все как бы киники. И это происходит от слова, которое обозначает в греческом языке собаку. Собака? Они как не люди, а собаки. Собаки, блин, они как бы собако-человеки, получается? Окей. В каком-то смысле. По своему названию. И, например, Диоген про себя говорил, что да я вообще, я не человек, я хуже собаки. А, окей. И при этом ходил по городу с фонарем и искал человека. Типа, окей, я-то собака, а люди-то будут здесь. Они показывают. До нем еще, показывают тем самым, что... Прикольно, что тип просто свою жизнь... Ну, то есть, сейчас же, как это называют? Performance. Вот эти представители искусства, а он свою жизнь в Performance, по сути, превратил. Так же получается? Ну, в каком-то... Акционист. Акционист. Я имею в виду, он же не для себя это делал. Он такой, пусть люди увидят. Но, что я делаю. Забавно то, что в этом крепкая идеология была. То есть, ты прям понимаешь, почему. То есть, он... у них там было за этим объяснение. Лет 200, лет 200, они пользовались жесточайшей популярностью. То есть, люди приходили к вот этим юродивым, которые в бочке воняли. Они настолько... У них, в их вот этой попытке отрешения... То есть, они что хотели? Они хотели чувствовать себя прекрасно при любых обстоятельствах. Это значит, нужно от всего мирского отказаться. Да, вне зависимости от соблазма. То есть, в какой-то степени вот... Да, ну, то есть, все вот это. Если одежда, зачем тебе красивая одежда, если есть просто одежда? Этого же достаточно. Если хочешь ты секса, подрочи на улице. Я не шучу. То есть, это вот факт. То есть, так и не делали. Ходят служки про диагену, например. Окей, окей. Ой, там вообще, блин, я вообще не знаю, вот, а Платон, например, я очень удивлен, почему его, например, в Российской Федерации, он все еще не считается экстремистской литературой. У них диалог пир, и они там сидят на пиру, значит, и разгоняют за Вселенную. Очень эвутерированно. Окей, окей. И в этом разгоне один тип произносит речь про создание человека. То есть, это такая миф о создании человека. И в этом мифе, вот примерно, как он звучит, очень кратко попробую описать. Изначально человек был двуединым, у него было две головы, по две пары всего, гениталий тоже две, два, два. Короче, вся мифология греческая нафиг пошла сейчас. Ну, вот это вот в том диалоге было. Я, честно, не знаю, откуда он вытащил эту историю. Может, он пьяненький разгонял, там кто-то записал. Но суть такая, вот его, это его версия. Всего было по два у такого человека, но Зев сказал, что борзый, что-то этот человек, чтобы он стал слабее, располовил его. Окей. И теперь у него стало всего по одному. Голова одна, руки по две, не по четыре, гениталии одни стали. Окей. Вот. И потом, в итоге, проблема была у него, у этого человека. Типа мужчина, женщина получились в итоге? А вот прикинь, нет. А, окей. Были, судя по всему, если я не путаю, были мужчина-мужчина, и женщина-женщина. Потому что, сейчас дальше объясню. Окей. То есть, были две с вагинами, и два с пенисами. Окей. Вот такие ходили. Окей. Он их пополовил. Это вообще слово из разных миров. Вагин и пенис. Да. И, короче, он их располовинил, и вот что получилось. Теперь каждый человек ищет свою вторую половину. Ооо. Поэтому мужчина, на самом деле, ищет мужчину, это я и тестирую, ищет мужчину. И самые мужественные из них, те, кто ищет мужчину. А женщины, самые женственные те, кто ищет женщину. Ух ты. То есть, это буквально лесбиянки, самые женственные из женщин. Мужчины, самые мужественные те, которые ищут мужика. Это дословно, ну, то есть, буквально, вот он так говорит. Окей. Там же еще дальше есть разгон про то, что не бывает такого армейского подразделения, которое было бы слабым, если там мужчины любят друг друга. Я слышал эту историю. Потому что друга ты можешь бросить. А любовника? А любовь не найдется такого. такого труса в мире, который бросил бы свою любовь. Ух ты. И ты понимаешь, это везде, везде. Тут еще... А я этот стендап недавно разглянял, думал, что я гениальную мысль придумал. Вау, Платон, значит. Это еще про Сократа. Он же там, в диалогах у него Сократ постоянно фигурит. Он, по сути, записывал за своим учителем. Да, да, да. И там в этом Сократ падок на юных мальчиков. И этого не скрывает ни в одном из своих слов. То есть там буквально он с кем-то ведет полемику и в какой-то момент говорит «Эх, чертяка! Знаешь же, что красивый ты? Аргументы твои мне уже и не нужны, когда ты такой красивый. Охренеть! Юный и красивый. Класс, класс! Он клеится к типу. Он клеится там к типу. И это еще все не экстремистская литература. Я впечатлен. Я впечатлен. То есть тут людей за репост какого-то... Дейсобрания могут закрыть. Я думаю, что это... Что они просто не читали сами. Россия сейчас управляет не слишком читающие люди. Сейчас, извини. Да. Здравствуйте. Да, я сейчас... А, на кассира нет, не рассматриваем. Спасибо. Прикольно, что я говорю, у них были идеи за которые они готовы типа ну вот так жизнь прожить в бочке. То есть я не знаю, существует ли сейчас идея, за которую я готов вот так жизнь отдать. Ну там, судя по всему, это считалось как бы, наверное, знаешь, таким правилом хорошего тона и не зашкваром. Если ты уж философ, так уж и жизнь живи согласно своей философии. Ну и если придумалась ему такая философия от решения, то отрешился он до конца. А я был философ, который такой, а, ну да, но это не философия. Ну который такой, мне нужен джакузи из 16 конститута, это моя философия. Блин, ну слышь, они все богатые были в какой-то степени. Платон супер богач, вот у него учитель Сократ, он как бомж ходил, тоже его подкалывали, что он не моется, там написали комедии про него. У него есть, у Платона, апология Сократа, вот недавно, недавно, да, недавно перечитывал. И там, в общем, суть такая, что он на суде, и он оправдывается перед присяжными, но в итоге присяжные его все равно признают виновным за то, что он бога не чтит. Ну вот это такое, а там это смертная казнь. Окей. И ему предлагали изгнание, а он говорит, какое нахер изгнание? Тут же смертная казнь, я помру за свои убеждения. А, окей. И помер, да. И судя по всему, Платона это так размотало, что он в итоге... Это кого-то, Сократа, Сократа, да. Окей. То есть он принял яд и умер, не отрекаясь от своих взглядов, там, и пытаясь сказать, что я вас хочу вывести к свету, я пытаюсь вас, ленивых, он там народ полиса своего называет лентяями и не следующими, да, надоумить. А вы не хотите. Но цель у меня такая, и я вот за свои убеждения готов стоять. Вау. И то есть, а Платона это размотало настолько страшно, что он потом в итоге пишет государство и... А, я знаю, это типа его самый там труд такой монументальный, да? Ну, я уж не знаю, насколько он там монументальный, диалоги у него, по-моему, тоже довольно-таки крепкие работы, то есть, но этот, не мне судить, я тут не знаток, просто там в универе проходили. Но у него в государстве вообще этим людям ни капли свободы. Потому что там примерно так получается, что как будто бы, конечно, классно, чтобы у всех была свобода, чтобы там свобода воли, вот это все нам боги даровали. Но если вам вот дать свободу воли, вы же философа убиваете. Поэтому давайте-ка этот, изоляция, торговцы снаружи, которые приходят, все обязаны, значит, молчать, что снаружи происходит. Никто не должен знать внутри полиса, что снаружи полиса. Советский Союз предлагал. Наши торговцы никуда не смогут выезжать, пусть торгуют у себя дома. Дети все общие, никаких вот этих матерей, хертерей, все это вообще в очко. То есть, трахайтесь, кто с кем хочет, но ребенка у вас изымают, и он становится государственным полисовским имуществом. Видишь, что-то у них тоже понятие государства только другое было. Мы когда думаем, что они писали про государство, мы думаем, что они писали, блядь, про государство, где 500 миллионов. Нет, они государством были в мысли вот полисов. Вот я не помню у кого, то ли у Платона, то ли у Аристотеля была даже цифра, сколько надо граждан, чтобы вот считалось уже нормальным государством. И там цифра 5000. Ну, то есть, это не все население, у него же граждане же тоже. Да, граждане, это отдельный кастер. Это мужчины 25 лет, не рабы. То есть, скорее всего, которые в войну повоевали уже, да? Вот это я уже тоже не помню, но, скорее всего, их обязанностью, конечно, было такое, там просто классика. И получается, что вот 5000 мужиков, ну, сколько там, ну, женщин 1006, да, тут просто в среднестатистически тысячи женщин, сколько-то детей, ну, и рабов еще столько же. то есть, человек 30-40, наверное, вот это государство у него. И они при том, что они считали, что любая другая форма, это варварство сраное. То есть, в смысле, вы делаете государство, в котором миллионы людей, это же балаган какой-то. Ну, у них интернета не было. Да там, действительно, в тот момент, когда у них такая проблема с коммуникацией была, какие нахер, ну, как им управлять этим? Тип на лошади скачет с посланием от царя. Не, ну, понятно, да. И может умереть по дороге. Конечно, это математическая задача. Одно послание и лошадь с плотностью расселения. Да. Да, Так что Платон, да, с ума посходил маленько. Ну, то есть, в этом смысле конкретно. То есть, он от этих всех идей, блага и всего, пришел в итоге к самому тоталитарному, описанному в древности строю. Я смотрю, ты шаришь в этой теме, а он ассасином помогал. Каста ассасинов, значит, базировалась в храме Аламут. Это я из Ассасин's Creed помню. Тут я вообще ничего не знаю. Орден Гошишинов знаменитый. Прыжок веры Сокрация, видишь? Не, ну, я что-то слышал, конечно, но тут я отдельно ничего не чувствую. Не, ну, я угораю, ладно. Я просто к тому, что мои знания о греческих философах заканчиваются Ассасин's Creed. Мне одно время дико интересно было. То есть, эти диалоги, Платона я почитал, почитал много, то есть, в какое-то время. И вот не так давно просто решил освежить знания, тоже так чуть-чуть пробежался, и поэтому у меня тут получилось поболтать на это подольше, чем обычно. Прикольно. А так, это один из немногих предметов, который в универе меня увлекал. Я не то, чтобы глубоко разбирался, мне просто было интересно, вот процесс, сам процесс мне было интересно, поэтому я все... Вообще, на самом деле, странно, что я до сих пор не шал. Реально, типы же демократию придумали, как? Так вот тоже, понимаешь, что вот тоже ведь, ну, блин, у них демократия своеобразная, то есть, понимаешь, что у них как будто бы принцип это заложенный, это действительно так. У Аристотеля то, что он предлагал, чуть поближе к тому, что мы называем демократией, но вот, например, они все вообще не считали демократию лучшим из возможных... Так никто не считает, тут и была же цена какого-то бородатого умного дядьки. Это у Черчилля было. У Черчилля? Ну, они все говорили, то есть, у кого-то там тиран должен быть во главе, да, у Платона во главе стоял философ, который живое воплощение закона, то есть, у него есть безграничная власть управлять для того, чтобы вот глупость людей модерировать. У него не было мысли, что безграничная власть безгранична развращает? Ну, он-то думал, что философ, а она не развратится. Вот, ублюдка любого развратит, но философ, он сам в итоге признает, что вряд ли такое осуществимо, но вот как идеальную концепцию, вот я вам и писал, а вы там уж думайте. Короче, он этот, власть искусственного интеллекта придумал. Ну, типа того, да. И у Аристотеля жил бы в таком? Извини, что я в тему. Да, да, да. Извини, что я тему спеваю. Не, давай с Аристотелем закончим, интересно же. Что ты говоришь, Аристотель? Все, закрыли тему, я вопрос хочу услышать уже. Ну, типа, жил бы под властью искусственного интеллекта, вот если тебе, типа, уверяют, то есть куча специалистов, уважаемых тебе людей, там всяких ученых, физиков и так далее, и программистов собираются и говорят, вот есть алгоритм, который вот высчитывает вероятности, он будет как мировое правительство, и он будет рассчитывать как и вот его цель, и ложного, там, в общем благи для нашего вида, и он будет управлять нами. Ты бы принял такую концепцию? А есть опция не принимать такую концепцию? Ну, условно, мы же сейчас в виртуальном мире, короче, конечно, если, скорее всего, если такая ситуация пришла, то ты уже не сильно повыебываешься, но в виртуальном мире. Да, я думаю, что власть обычного человека, который я видел много, не могу сказать, что меня устраивает, поэтому... Типа, где угодно ты имеешь в виду? Ну, типа, я не думаю, что там принципиально было бы что-то другое, то есть он бы, искусственный интеллект, обучился бы на моделях других правителей, ну, придумал бы какую-то свою форму, там, авторитарной, либо диктаторской власти, потому что больше правителей таких было за историю человечества, чем других. Мы в демократии-то живем, ну, вот с этим понятием современной, современным понятием демократии, не тем, которые греки придумали, ну, сколько лет? 150? 15 лет. Это вот там еще, я не знаю, когда там эти английские парламенты стали делать что-то похожее, и потом еще женщины 100 лет выбивали себе право голосовать. Да, афроамериканцы сколько? 50-60 лет назад? 70. То есть вообще, эта демократия настолько молодой образовать, это по сути новое образование, но я не исключаю, вероятно, что там через лет сто еще и отомрет вообще. И опять мы вернемся к чему-нибудь более фундаментальному. Типа? Ну, не знаю, вот действительно, какой-нибудь будет сидеть монарх везде, опять. Ну, потому что мы катимся снова же куда-то, блин, то есть демократия, процесс отката этой демократии виден. Думаешь? Ну да. Ну, я не знаю, короче, я не специалист, я просто полагаюсь на мнение умных людей, как мне кажется, и что они все говорят, вот Шульман прикольно сказал, что типа демократия с виду всегда нестабильная, потому что внутри много голосов, потому что благодаря там фундаментальным правам и свободам, типа там свободу слова, ну, понятно, вот эти три столпа институты, кажется, что это нестабильная структура, но по факту она типа супер крепче. Я понимаю прекрасно, да, то есть я тут поопонирую только в том смысле, что, а где эти институты? В каком проценте население мировое живет при этих институтах, а какой процент мирового населения живет за пределами? Да, меньше, меньше, меньше. То есть вообще катастрофически меньше. Это вот Западная Европа не вся. Не вся. Как там США, Канада. США, Канада, Австралия. Ну да. Ну вот и скандинавский блок там. Весь остальной мир как-то живет в каких-то гибридных вариантах вообще не таких. И мы буквально не знаем, что выживет. Да, все бегут в эти западные институты, потому что они какую-то стабильность обеспечивают. Они там несколько поколений смогли сделать так, что у них не отобрали имущество. Мой шанс повыебываться наступил. Я недавно дочитал Аджимугу, который Гуриев везде советует. Why Nations Fail. Сложная чтива на самом деле, потому что это не роман, но прикольно, что он там, короче, по сути он просто всю книгу разбирает, что не влияет на, типа на, вот такой относительный термин, как типа уровень жизни или подушевое ВВП, ну то есть вот на такие вещи, что не влияет, короче, что глобальный, там индекс счастья они разбирают и все такое, но глобальный, короче, что отличает успешное государство от неуспешного, если вот совсем абстрагироваться. И он там просто, ты всю книгу читаешь, что вот мексиканский город, вот американский город, у одного ВВП такой, и уровень жизни такой, у другого ВВП такой, и уровень жизни такой. С чем это связано? Возможно с географическим положением, и ты читаешь 50 страниц, почему они, ответа нет, короче, и в итоге, в итоге ответ института. Да, три института вот эти, избираемость, пресса, и что там еще, СМИ, избираемость, и суды. Вот они, три института, и саламу алейкум. Иногда, понимаю, что затрахала гонка, вот эта бесконечная, стендаперская. Ну, то есть, вот знаешь, такое чувство, что как только ты начинаешь претендовать на какое-то место в этой комедии во всей, надо включаться в гонку, и меня это угнетает. Это вообще жесткая моя проблема. Мне кажется, заметил, что у ребят, у которых спортивное есть прошлое, хорошее, такое крепкое спортивное прошлое, в стендапе попроще дается, потому что им еще в детстве заложили эти механизмы соревновательности, и понимание, что монотонное дело приводит к результату на самом деле. Это не очень очевидная вещь для среднего человека. Постоянное повторение одного и того же приводит тебя удивительным образом к результату. Ну да, это типа поработала умноженное на время равняется результат, или талант, как хочешь это называть. Вот это в итоге все называют талантом, я это называю просто правильным выстраиванием процессов. То есть я знаю много ребят, у которых были какие-то спортивные достижения, они участвовали в соревнованиях. Большинство из них, кому действительно это было кайф, во-первых, не бросили, во-вторых, вначале все говорили, ой, а потом ты смотришь, как он все лучше, 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 или она, например, Таня Березовская в Казани, такая комитет, сейчас в Москве выступает, поначалу, ну что-то, ну она работала, 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 и все, сейчас в Москве на платочках лупит, во всяких там проектах снимается, все классно. То есть, и примеры такие есть, просто я говорю, что вот большая часть людей, которых я встречал по работе, вообще не в курсе, что это так. Братан, здесь видишь, очень важное позиционирование, то есть, я имею в виду, ты же решаешь, в гонке ты или нет, на самом деле, ты же можешь идти в своем темпе, не обращая внимания на иерархию, и на борьбу, и вообще, и просто существовать, вне зависимости от контекста. Да, но чтобы тебя это кормило, ты не можешь так делать. Ну да, я сейчас так говорю, как человек, у которого есть сторонний источник дохода. если вот со сторонним источником дохода, стендап как хобби, действительно можно выключиться из этого. А когда ты, вот, тебе надо, чтобы этим заработать, так это делать, то тебе надо регулярно контент, тебе надо регулярно светить лицом, тебе надо там со всеми быть знакомым, чтобы репосты вовремя получать. Согласен, это факт. Это гоночка уже начинается. Тебя гонят даже не люди, тебя гонят алгоритмы, потому что, если ты долго не выкладываешь контент, алгоритмы тебе пишут, ой, а что это ты вернулся, иди ты в жопу, у нас уже, вон, тиктокеры подъехали, наснимали миллион грёсов, мы тебя продвигать не будем больше. Забавно, что, сейчас две месяцы у меня здесь есть. Первое забавно, что алгоритмы, которые призваны нас развлекать, в итоге нами руководят, то есть мы такие, я весь свободный, независимый, и тикток такой, ага, блядь, хо-та-ава-ма ты свободный, работай, сынок. А во-вторых, я тоже, ну я все, я махнул рукой на тикток, я однажды на три дня паузу поймал, и он все, он стал меня презирать, я такой, ну и пошел ты. И я заметил, что цифры стали меньше глобально, но если штука хорошая, она все равно набирает, то есть не на, ну, короче, не обязательно тиктоку прям доказывать, что вот я приближный мальчик, это первое. И второе, вот моя мысль какая была, что это же еще очень сильно вопрос восприятия, то есть я, крановый, знаешь, бывает же, когда ты в какой-то город приедешь, и к тебе подходят, типа и такие, расскажи мне, как стать комиком, что надо быть, и я такой, комиком надо просто быть. Ко мне так не подходит. Да? Угу. Серьезно? Да, серьезно. Интересно, почему? Ну ладно, короче, я же не комик, я бабушка. Не, я к тебе, кстати, так подходил. При нашей первой встрече, я такой, не было, как стать комиком, Миша. Ну там не было, как стать комиком, там было, как стать синонимом слова независимость комедии, как вообще самому ебашить идти, ну ни от кого не ебашить. Я наверняка ответил что-то в духе, это ебаный, Миш, не думай об этом никогда. Примерно так и было, примерно так и было, да. Это дорого стоит. Короче, я к тому, что вопрос восприятия, воспринимаешь ли ты то, что ты делаешь как работу, вот в чем вопрос большой. То есть если, то есть я имею ввиду, что я не знаю комиков, которые такие, днем работа, вечером комедия, днем опять работа. То есть это все равно же лайфстайр? Ну пять лет я так жил, первые пять лет я с работы ходил на микрофоны. Вау. Ну а где было, смотри, я скорее имею ввиду не то, что ты занимаешься работой, а то, что ты выключен из комедийного процесса. Да, абсолютно. А, да? Да. Тебе не было на работе, что ты такой, о, печеньки, let's go. Слушай, ну это редкость большая, да? Это большая была редкость. То есть у меня такая работа была, в которой надо много общаться просто по работе. И я типа собирал эти всякие проекты, ну ты просто на коммуникации постоянно, когда там подумаешь. То есть если бы я делал какую-то монотонную штуку, то да. Да, я понял. А у меня монотонное общение, а когда ты общаешься, ты не можешь общаться с человеком и параллельно придумаешь. У тебя мозг задействован на другом уже, да, я понимаю. Вот именно вот эта часть, которая за придумывание отвечает. Так что да. Я потом, я на обеде иногда писал, было такое дело. И иногда вот по выходным писал. Я вот поймался на мысли. То есть я впервые признал себе, что я комик. Я поначалу такой, да это хобби, я просто веселюсь. Я впервые сам себе ответил, ну да, мечты комик. Когда я поймался на мысли, что уже, наверное, там с месяц я фиксирую ситуации. То есть я еду в машине и такой бах, и таксист какой-то забавный, и что-то искрепит у него стул. И я такой, это шутка. Или просто где-то какая-то фраза просклинула, а, все, теперь я комик. Но я не воспринял это как работу. Я такой, как круто, что я научился в стендбай режиме, то есть фоновым режимом, фиксировать смешные моменты, короче, и чтоб мне мозг говорил, пинал меня, запиши это, придурок. И все, я такой, теперь я комик. То есть я именно вопрос восприятия, понял, короче, то есть насколько это работа. Ты смотрел анимешку Джорджо? Джорджо? Нет, к сожалению. Я не так сильно погружен в аниме, к сожалению. Очень похоже на эпизод про мангаку. Кто смотрел? Это отсылка для трех людей, которые аниме смотрят. Окей, да нет, аниме аудитория же огромная. Это я скорее в меньшинстве. Мне так кажется. Но мне нравится. Мне нравится именно за то, что есть среди этого всего жанра, который как будто мультики, произведения, которые разговаривают с тобой не как с имбецилом. Они такие, мы понимаем, что ты что-то пожил, что-то знаешь в этом мире. Нако тебе не такое тупое что-то. А что-то на подумать. Такой нормас. Вот это уважаемо. Джорджо это такое? Нет. Вот конкретно Джорджо это вообще не на это. Это просто, я даже не знаю, как это описать. С Джорджо нельзя врываться в аниме. Это они просто взяли все, что есть в аниме, сделали это гротескным, гротеском. Клише типа? Ну, блин, я даже не знаю. Они не клишированные, но они дико... Вот если там качок, ну вот он вот с такой бицухой. Это какая-то очень странная штука. Они все там такие гиперболизированные. У них каждый раз в разной стране они эксплуатируют стереотипы этой конкретной страны для этого. То есть там вообще все. Но крутость есть. Крутости там очень много. Ты смотришь такой, ну и бать вообще. Вот такое. Но это уже прямо действительно, надо уже насмотренным быть, тогда тебе побольше, побольше это может зайти. А так это... Мне вообще кажется, что все аниме, или аниме, как правильно, я не знаю, эксплуатируют во многом одни и те же ходы. То есть я в детстве смотрел, в Германии, когда жил по RTL Цвай, был такой канал, я смотрел Dragon Ball Z. И еще там был и One Piece, и Detectiv Conan, и покемоны. Но вот Dragon Ball Z меня особенно цеплял. История про Сангоку, вот это все. И там, там, там был такой момент, я не знаю, смотрел ты или нет, когда он... Чуть-чуть смотрел, ага. Типа он Супер Саян, его на русском языке, Супер Саяджин на немецком называлось, что он в другой планете, у него хвост, он суперсильный, и все такое. И там был момент, в каком-то сезоне, много-много история длилась, где он такой, ну все, я по-настоящему разозлился. И он начинает энергии природы черпать, и у него становятся блондинистые волосы, и от энергии все поднимается, и вокруг вихрь энергетический. И я такой, класс. И у меня это отложилось в голове. И периодически я сейчас смотрю, там, не знаю, даже Наруто, или... И я такой, так это тот же сюжет, это везде тот же, только там это инопланетяне, тут это ниндзи, и там везде... И там, знаешь, что прикол в Наруто? В итоге появляются инопланетяне. О, класс. Я тебе объясню, мы недавно с одним типом общались на эту тему, и дошли, кажется, почему всегда в итоге так. И они всегда, извини, сейчас еще одно, они такие, я обязательно стану королем пиратов, хокаге, там, я не знаю, президентом, короче, они всегда одна и та же штука, и их невозможно сломить. Ладно, все, ага. Да, в общем, смотри, что происходит. Почему всегда в итоге появляются инопланетяне? Это как бы концепция. Не уверен, что это так, но есть... Мы придумали термин, пока его нигде не слышал, инфляция крутоты. То есть они заявляют крутоту. Я сразу понял, о чем ты. И в какой-то момент все начинают... Ну, то есть чувак показал какую-то силу. Скалу сломал. Воля. Там появляется какая-нибудь воля, или там какая-нибудь особенная чакра. И он действительно суперкрутой. Чтобы ему соответствовать, все остальные должны быть суперкрутой. Подтянуться. Но тогда это встает мертвым грузом. Должен появиться еще кто-то крутой. Обесценивается. Да. И появляется еще кто-то крутой. А потом, ну, еще же круче. То есть чтобы это постоянно росло, инфляция крутоты. И в итоге инопланетяне уже теперь тогда на этой планете уже все кулаком ломают деревню. Да, да. Брат, я тебя что, извини, что переверил. Да, да, да. Я бросил смотреть Dragon Ball в какой-то момент. Там был Dragon Ball Z и потом Dragon Ball GT и так далее, и так далее, и так далее. И в какой-то момент я включил Dragon Ball для интереса. Много лет спустя уже в Казахстане. И там серия, где тип вот так стоит, машется с инопланетянином, собирает огромный энергетический шар двумя руками и говорит, сейчас я взорву ядро этой планеты и у нас останется минута на то, чтобы закончить бой. И я такой, вау. Это ровно, в общем, начиналось с того, что они, ну там, скалы таскали на спине деревья. Это вот инфляция крутоты, когда они уже такие, ну уже ядро планеты взорвет. Да, все, дальше галактики, но все, дальше уже просто, видимо, вселенная заканчивается и я уже даже не знаю, что все. Дормам. В этот момент уже надо завершать. То есть, тут уже все, если уже, ты понимаешь, что анимешку надо завершать, если кто-то кулаком сломал дом. Все, все, хорош. Кулаком дом сломан, выходите на финалку. А слушай, ну ладно, я не шарю. Было бы круто, если бы кто-то как в шахматах интеллектом разъебал их, понял? Ну, чтобы типы такие росли, 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 качали энергию, чакру, не знаю, как хочешь это называть. И в моменте просто появляется тип, который их просто переиграл в шахматы, понял? Что они там в ловушке собственных сил оказались, что вот здесь, ну я не знаю, короче, мне сложно сказать. Я понял, о чем ты говоришь, чтобы кто-то их размотал вообще чтобы они такие, бля, так все это время надо было книги читать. Ну слушай, да, в этом смысле, конечно, это классический троп анимешный. Вот классический ход, который действительно все делают, если это вот анимешка, где дерутся, ну вот они в конце будут драться так, что город разлетается к кирям. Ну тут ничего не поделать, это неизбежная штука. Поэтому надо получить, успеть получить удовольствие до момента, как они начали ломать города. Вот до этого момента успеваешь получить удовольствие, круто. А какая анимешка, которая прям мне стоит? Посмотри, «Страт смерти». Так. Я смотрел «Ван Панчмана», причем не весь, я посмотрел 3 серии такой, ну мне достаточно. Блин, ну это вот «Ван Панчмен» это постсерничная анимешка, ее надо вот на смотренном смотреть, тогда ты понимаешь, что они стебут. Это же, это же гротеск, как раз вот на все боевые анимешки, потому что там тоже инопланетянин прилетает. Да, 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 я понимаю, я понимаю, что там нету конфликта. Ты понимаешь, что они понимают этот троп, что главный персонаж все равно непобедимый, но все равно он непобедимый. Ну так а может быть тогда не будем титьки-то мять, он просто с кулака будет всех убивать. Окей, окей. Вот в этом прикол. Угу. Потом я смотрел «Дрэгон Болл Ладно», ну там, я не знаю, «Ван Пис», но я не весь его посмотрел, я, кстати, хочу это исправить. Я потихонечку смотрю его. Ох, Миша, опасный это путь, конечно. Длинный очень. Это очень длинный, да. Угу. Покемоны были, это аниме считается? Да вроде да. Ну вот, покемоны были. Что еще? Сейчас дай-ка себе вспомню. Детектив Конан, ты, наверное, даже не знаешь, что это было. Я вообще без понятия, что это, клянусь, даже не слышал. Ладно, это очень прикольная анимешка. Я в Германии в детстве смотрел, там маленький, ну ладно, я не знаю, синопсис нужно давать или нет. В детстве мне казалось, это великолепие. Там детектив, который по каким-то магическим причинам стал ребенком, и он один из лучших детективов в мире. И он находит просто типа, которого называют, уговаривают, чтобы тот назвал его своим сыном, и он приезжает на место преступления, и у него супер, и у него какой-то профессор, который ему гаджеты готовит, скейт, который разгоняется невероятно, кроссовок, который нажал кнопку и ломает скалы, и у него есть в часах иголочки, и он расследует дело, потом пуляет иголкой своему дьяхану в шею, тот засыпает, включает модулятор голоса, и от его лица раскрывает все преступления, короче. И типы такие, это великий детектив, а он вообще просто тупица. Ну и вот такое аниме было. Ну ладно. Что еще я смотрел? Тетрадь смерти, все, сильная кайфанула, это я уже сказал, наверное. Я смотрел Атаку Титанов, но я, кстати, не досмотрел. Я понимаю, все супер восторги от нее, но я в моменте мне показалось, что как это, филеры или что? Ну короче, долго сюжет раскрывается, я устал просто, заставку слушать даже. Может я старый просто для аниме, я не знаю. И вот я не знаю, есть ли что-то, что вот меня сильнее всего, понятно, Наруто. Наруто в дикем восторге, я весь его досмотрел специально, я прям, ну может просто здесь смотрю. И вот что мне посадить, чтобы тетрадь смерти топ. Наруто топ. Вот это все. One Piece круто, но я не понимаю, потому что детство или потому что это круто. Я пока не разобрался, надо досмотреть. И вот я не знаю, есть ли аниме. А, еще я смотрел всякие вот эти миодзаковские истории. Всеходячий замок, потом там этот, ведьмина доставка, ведьмина служба доставки и что-то еще. Ну прикольно, ладно, окей, прикольно. Но это не так, чтобы вау, это просто эстетически красиво, это как полюбоваться картиной, вот на мой вкус. То есть это типа интересно. Но если тебе вот прям полюбоваться картиной, сейчас есть такой тип, Сатосикон, по-моему, его зовут. Я путаю или нет? Я загуглю, блин, да, я загуглю. Это он или нет? Супер красиво, супер вообще красиво, он так красиво, что я сейчас обоссусь. Макото Сингай, перепутал, сейчас загуглил. Макото Сингай, он супер, супер, супер красиво рисует. То есть если вот ты хочешь просто глазами посмотреть что-то, там не прям притязательные какие-то истории, но красиво обоссаться. Окей. Это вот именно в техническом плане супер красиво. Окей. Если ты хочешь просто махач, просто тупо махач посмотреть, махач, то есть моя Героевская Академия, просто тупо махач. Они, короче, этот, концепция такая, в мире существуют супергерои, много, ну прям дохера. Окей. И настолько, что они, это, значит, это работа. О, это люди икс, короче. Ну, то есть они на виду, они как блогеры ведут свои соцсети, у них там рейтинг. The Boys. Агентство у них. Да, 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 это, короче, The Boys, только они там, этот, не такой трешовый, то есть там пацаненок хочет стать героем, но у него вот, вот нету силы никакой, прирождение, не распределили. Окей. Но в результате кое-каких обстоятельств силы ему подъезжают. Местный Бэтмен, окей. Сила ему подъезжает, да еще, конечно же, такая сила, что всех сил, сила, как уже. Окей, окей. И все, и он там в академии учится, и просто машутся они. Да нормас, прикольно, можно глянуть, вот, тебе чисто Махача. Сейчас прикольно новые рисуют анимешки, которые просто ради Махача, этот, клинок рассекающий демонов, Dragon Slayer, анимация там шикарная, ну, она современная просто, анимешка. Давай, я запишу. И, ты просто глазами хаваешь, это вот прямо, и Аббасака какая-то, ну, то есть там все очень понятно, они ищут самого там главного злодейского злодея, попутно решают вопросы с менее злодейскими злодеями, такая же система, у них есть рейтинг, и ты по рейтингу понимаешь, кто из типов там уже крутой, как вот в Наруто есть вот эти ранги у ниндзей, в этом есть вот эти там, первая луна, вторая луна, там вот эти капитаны, не капитаны, короче, ты всегда понимаешь, что это сейчас два крутыша, машутся или черти. Ну, и машутся, прикольно, то есть там действительно есть глазами посмотреть. Я кайфую с анимешки, магическая битва, это тоже, она тоже... Звучит как что-то, что я бы ни в жизни не включил. По сюжету, ну, кстати, она там, вот там действительно, там не вот эти вот, знаешь, колдуны с посохами ходят, это она в современном сеттинге, они как будто в условно-современном мире, и там такие крутые способности есть, ты смотришь, там есть типс, все ебет очень жестко. Вот. И очень красивая анимация, очень красивая. То есть я уже такой, типа, покажите мне подростков, которые машут, машутся друг с другом особыми силами. Я вот такой уже... Знаешь, мне вот эти вот наши... Вот эти кулачка. Да, это уже все. Этот... Есть анимешка супер душная вообще, и у нее, короче, у нее прям, знаешь, такое чувство, что кто ее смотрел, поделились ровно пополам. Одни говорят, душнота, ненавижу, говно, а другие говорят, это великий мастер, гений, гений, кто создал, эрго прокси называется. Ну, действительно, там есть прям, ты понимаешь, что чувак философии почитал, ты прям узнаешь имена, которые он там дал персонажам, ты понимаешь, что это отсылка на тот, на тот, а цитаты прям наглую тебе вставляет. Ну, душно. Ну, вот, у меня вот это искусство рта, его шатал, все, махач мне, давайте мне 34 года, я хочу смотреть, как подростки дерутся, все, можно мне, пожалуйста, перестаньте, это умничать, я тоже читал, иди фомандуй отсюда. Давай, типа, этот, фаербол, хотя бы, выкатим мне. Уже все, поэтому я сейчас такие смотрю, их очень, я сейчас немного, короче, есть повесть о конце света, так, по-моему, снимал это Netflix, ну, это анимешка, но там выходило на Netflix, и там, короче, супер понятная концепция, смотри, что происходит, боги решили, что человечеству пора закругляться, окей, но в итоге, выходит, а все боги вообще какие есть, вот все придуманы, не придуманы, вообще абсолютно все, там, Будда, Зевс, вообще плевать, все сидят на большом, Один, вся вот эта, любые пантеоны, сидят на большом собрании, и выходит, значит, одна девка, и говорит, а у нас в кодексе про человечество вообще-то написано, что такое, что человечество может вызвать вас раз на раз на большом турнире, вас, богов, если победит, то ничего вы с ними сделать не можете, вот, и они такие, блин, да мы это же в прикол написали, это же Степ, они такая, что, ссыте, ссыте, по разам с людьми выйти, вы боги великие, засали, и они такие, кто засал, раз на раз с людьми, турнир, все, у этой девки есть, право выбрать 12 представителей человечества, которые выйдут по разам с разными богами. Окей, 12 апостолов, типа, да? Да, и там, значит, есть битва с Тором, первая, потом, потом идет, ну, человек, там, Стором бьется, бьется, Адам против Зевса, окей, на кулаках они берутся, потому что Зевс придумал кулачный бой, и ему выставили человека, вот, и там есть битва, в которой против Посейдона выходит чувак, Конор Макгрегор, нет, какой-то мечник из Японии, я забыл, как его зовут, и меня этот эпизод дико впечатлил, дико впечатлил. Это звучит, как прикольный синопсис, ну-ка, ну-ка. Ну, то есть, там анимация сратенькая, но вот это конкретно один, вот, одна вот эта история, как называется, битва богов, повесть о конце света, и это вот буквально досмотри до серии, где тип выйдет против Посейдона, вот ее только, и только ее мне хочется всем показывать, потому что какие-то струны души во мне, этот кусочек серии, там, ну, серии 4 или 5, вот, длится эта битва, какие-то струны души во мне пошевелило, потому что там удивительная, удивительность в том, что это не какие-то крутыши герои своего времени, ну, обычно Адам, ну, мы все знаем, кто такой Адам, или там Первая битва, я тоже не знаю, кто это, но это какой-то китайский великий воин, там, ты понимаешь, что он мощный, базарный, а этот тип, он выходит, и он, никто не знает, кто это такой, и потом входит, и понимаешь, что этот тип, на самом деле, мощный, просто, он ни разу не победил всю свою жизнь, ну, так получилось, но не победил, но он упорный, и ты проникаешься персонажем, меня впечатлило, окей, окей, меня впечатлило, все, прикольно, у меня есть список литературы, вот эту, да, это меня прям порадовало, я в итоге читаю сейчас Мангу эту, то есть она выходит там, я ее раз в месяц где-то, я серию читаю, а, она еще не до конца вышла, ну, я тебе говорю, что ее всю не надо смотреть, влюбляться в нее не надо, аниме, как аниме само, оно не очень топовое, на самом деле, но вот эта история меня вот зацепила, и я вот только из-за нее жду, что вдруг еще какая-то такая будет, а японцы вообще молодцы, они, конечно, так у них индустрия конская, там невероятное уже какое-то количество этих аниме, ну, вот я и говорю, что у них сюр, там уже такие сюжеты иногда встречаются, которые такой, ну, в Европе это не могли придумать, или там в Америке, просто зарезали бы на корню, слушай, вот из-за этого, мне кажется, что хорошо, что они есть, просто из-за того, что вот у них совершенно по-другому устроена индустрия, они совершенно иные смыслы рождают в твоей голове, ну, и плюс это же рисовка, кто тебе мешает нарисовать супергероя банана, ну, ну, не мешает, спокойно вообще, да, то есть, очень европейский рынок стал, ну, не европейский, вот этот, а голливудский рынок, да, стал очень продюсерским, а тебе понравился, кстати, Netflix, One Piece-овский, ну, в смысле, ты понял, One Piece-овский, нет, не очень, не сильно, то есть, очень много фанатов у этого говорят, что это, как экранизация, одна из немногих крутых, вот ты как будто меня вкатела, я смотрел, я смотрел, я говорю, что это мой личный вкус, я просто задушнил, и мне хотелось по-другому, я визуально по-другому хотел, и они не сделали мне, как я хотел, я такой, идите в Манду, ну, то есть, я себе One Piece представляю таким большим, светлым, открытым миром, там много пространства, там моря, там корабли, там воздух, там небо, там светло, всегда, они сняли это в узких помещениях, там все очень вот так, вот камера, вот так вот всегда, я просто, вот атмосферу другую, чувствую от него, ну, еще там, он очевидно, с косяками, прям, ну, то есть, там прямо, вот, Зоро машется, и у него прямо, ты видишь, как меч гнется, как вот дешевка, да, да, такие вещи, ты прямо замечаешь, и ты такой, ой, блин, а почему вот так вот, у вас денег было дохера, это очень дорогой был, дорогая организация, я хотел, чтобы там были Звездные войны, Мстители, да, Мстители, ну, то есть, масштаб, чтобы вот такой был, потому что история не менее эпическая, и в море, где острова и море, и, в общем, мне понравилось, что они сделали очень камерные его, ну, окей, ну, ладно, я, видимо, не такой специалист, потому что я смотрел, но очень многие хвалят, поэтому тут я рот свой закрываю, в этом смысле, у меня детские эти всякие еще, флэшбэки были, короче, я же это в детстве все смотрел, мне такое прикольно, я знаю эту историю, я сейчас жду, когда они выпустили, надеюсь, в втором все звоне, они Чоппера заявят, да, они скачут по сюжету быстро, то есть, они быстро проскакивают всякую скучную фигню, так что, да, я думаю, что Чоппера и Эска вообще ворвут в сюжет, ну, чтобы он прикольный был тоже, то есть, они там его легко же уродом сделали, это же олень в красной шляпе, да, это, конечно, очень интересно, как они его реализуют, потому что, вот, например, этот Король Лев, который экранизировали в виде кино, вообще, это же такое ублюдство, при том, что я нашел какого-то типа, в этом, в английском твиттере, в американском, который, хотите, я вам за 3 секунды исправлю весь этот фильм, и знаешь, что он сделал? Он взял этих же персонажей и просто в редакторе укрупнил им глаза до более, просто глаза у этих животных сделал мультяшными. Чуть больше типа. Крупные глаза, и они милыми стали все. Ну, так этот кабан, сука, это прям кабан, ну, вот уродливый кабан, который прямо, ты понимаешь, что вот он сейчас ведь боднет тебя, и боднеть будешь. Если ты, да, если ты на дерево залезешь, он будет под деревом вот так вот ходить, и хрюкать, и приведет своих кабанов, и будет тебя убивать, он не милый, пумба милый, он с тобой потусуется, блядь. Да, да, этот прямо блюдо. На спине в речке. Да, и они все, блядь, ну, такой натурализм был не нужен по моей жизни. согласен, сто процентов, сто процентов. Единственное, что мне понравилось, на удивление, меня супер сильно вкатил Аладдин экранизация, который просто, по сути, покадрово мультик. Гай Ричи, по-моему, делал. Гай Ричи, да, где еще Уилл Смит Джин, я такой, вы что, идиоты? А потом я посмотрел, такой, так классно, ну, прошел и вышло. Ну, слушай, он локенький такой, я посмотрел, не то, что прямо обоссался, но и не так, что блевал и все. не скажу, что я это ванал и вне себе, но просто я шел туда, и такой, реально мы на это идем? А потом сидел, такой, принц, али, или точнее метку, прикольно, класс. У меня кассета была в детстве с Алгином. Да, я до дырова досмотрел. У меня тоже, у меня на немецком. Знаешь, как заставка звучала? Арабише неште, там че-то вон эште, он верди за мах, я арабише нахте. Я всегда когда ставлю, все угорают, мои друзья, сильно. Ну, мило. Я до дыров вообще не очень много мультиков смотрел, вот до дыров у меня был Алладин, и, а потом все, какой-то провал в памяти и Матрица. Матрицу, я вообще... В смысле, А не Матрица? Не-не-не, прям Матрица, уже когда вышел фильм, мне на Новый год батя подарил кассету. Окей, окей. И в Новый год, когда вся семья легла спать, я включил эту кассету и вот так смотрел. Прикольно, что я слишком тупой был. То есть, я не понял, в смысле, я Матрицу смотрел, но чтобы посмотреть, как в слоумо пули летят. И я такой, ну и что-то там, компьютер. А потом, пару лет спустя уже, чуть-чуть, как будто я сознанием окреп, тебе сколько лет? 34. А мне 31. Ну вот, может делать в этом. И потом, в пару лет... В этом возрасте пару лет жестко влияет. Вообще жестко. Я включил его, и я такой, е-май, это вот такое кино. Я думал, там просто машутся прикольно. Тут прям посыл. Вау. Так что, да. Да, первый фильм из этой категории, из похожей категории, меня размотал, это этот Шоу Трумэна. Шоу Трумэна вообще, что за вещь? Вау. Вот. Еще учитывая, что, наверное, Джим Керри дрочил. Я после этого, я после этого ходил, когда никого дома нет, я... Так и делал, потому что я такой, о, мы это... Я в симуляции точно. Во-первых, я главный герой точно, толпы. Да, да, да. Во-вторых, точно везде камеры. За моими креативными делами тоже все следят, естественно. Я еще стал напрягаться, когда кто-то где-то, не дай бог, фирму произносит. Типа, пробовал, а сам чай? И я такой... О, все, все, понятно. А сам чай. Кто смотрит? Какой нахуй я сам? Прикольно, да. И вот, а потом ты включаешь, ну, через какое-то время, мне попалась вот эта матрица, и я вообще как охренел. Когда это ощущение симуляции довели до еще большего предела. Вот мое детское. То есть в детстве меня размотало именно вот это концепт. Прикольно, что оно настолько, оно до сих пор же актуально. То есть на нее уже обзоров больше, чем фильмов вышло. И она, и это все еще актуально. Это типа, вообще, кто они? Братья, сестры Бачовские? Ну, это вообще гениальное что-то. в сильном ахуй. Притом, что у них есть крутые работы, старикам тут не место. Потрясающая работа? Потрясающая. Но все равно матрица, это вау. Это что-то... Как с этими, как с Властелином колец. Почему Питер Джексон не смог снять в Хоббите опять такое? То есть я посмотрел, или это я один так почувствовал? Но это вообще не то же самое, что Властелин колец. Блин, время поменялось, уже все. Уже надо как-то по-другому. Ну там графончик у него. Кстати, Облачный Атлас тоже классный и Вачовски. Он очень классный. Он долгий, конечно, правда. Прикольный. Но мне зашло. Не, прикольно. Мне тоже понравилось. Хороший. Вачовски крутые в целом. Да. Но новая матрица, это что? Я ничего не понял. Я ничего не понял. Я даже не стал смотреть. Это слишком ироничная для меня какая-то. Я столько слышал негативных отзывов, что я даже не стал смотреть. Я просто не врубился, может быть. Но это прям забавно, потому что там в этом... В сюжете... Сюжет про людей, которые делают игру, которые сделали успешную игру и их заставляют делать еще одну. Ворнеры, да? Ну, типа, они отсыл как будто бы отсылают, что их тоже заставили. Знаешь, как будто намекают. Да, да. Что не было варианта не делать этот фильм. Да, да, да. Как будто бы ты, видя этот эпизод, такой, ну, я понял, ладно. Эту франшизу вы будете драконить до последнего. Я понял, да. Еще, знаешь, что это... Извини, что перебью. Я очень хотел это сказать. Помнишь, по интернету ходила версия, как они хотели изначально как будто бы снять этот концовку. Да, да, да. И там такая крутая концовка в этой теории. Суперкрутая. Поэтому я мечтал, чтобы четвертая серия вышла и в натуре сняла эту концовку. Какой бы это был реверанс комьюнити фанатов. Да. Это было бы шикарно. Но они, к сожалению, так не сделали. Да, да, да. Я бы кайфанул. Я бы обоссался. А кто вообще так делал, кроме Рики Морти? Которые такие, это Prime Rig, это злой Морти. Они же эти имена после фанатов добавили. То есть их так не звали. Да. Токарик и Морти так сделали. Знаешь, это вот не так много продуктов сейчас настолько независимые, что могут себе такие вещи позволять. Потому что большая часть все-таки сидят и на собраниях обсуждают, какой цвет волос мы выберем этой героине. Да, да, да. И «Звездные войны», кстати, я так же поступил. Ноль новых частей я посмотрел. Ага. Потому что я почитал отзывы, и я такой, я не собираюсь портить себе воспоминания об охуенной франшизе. Идите в задницу. Не буду я это смотреть. Я какие-то смотрел. Ну, слушай, визуально они, конечно, все еще огонь. Визуально они круто делают. Но это да. Не тоже. Все, сердце уже не горится. Когда я Кайло Рено, я не смотрел, я просто знаю там всякие обзоры. Я увидел злодея, я такой... Чего? Блин, он правда немножко абсосно выглядит. С Дартом Вейдером не получается соревноваться. Он какой-то истеричный. При том, что он прописан так. То есть, это даже дело не в том, какой он и как он играет. А то он еще прописан вот таким. Да, Дартом Вейдер же цельный журналист. Чемошник. Чемошник реально. Его в ситховской школе ему рюкзак обоссали. Вот так выглядит. А есть, братан, хоть один... Как это называется? Сиквел, триквел, триквел? Не знаю. Короче, продолжение, которое сняли в наше время, которое не абсосное. Лоббит, окей, норм. Я могу сказать, что это норм. Потому что это все-таки сказка и это там для сказки нормально. Но типа, что бы ты такой? Ну это неплохо сделано. Матрица, дерьмо. Звездные войны, дерьмо. Двадцать колец, среднее. Гарри Поттер, вот эти твари фантастические, ну дерьмо же. Не зашло мне. Ну вот и мне, дерьмо. А есть ли хоть что-то, что продолжили и качественно? И ты такой, ну это да. Прикинь, вообще вот сходу сейчас не назову тебя. Ну стопудово есть может быть что-то. Ну Форсаж 10, ладно. Ну видишь, Форсаж 10, его-то и не прекращали на 10 лет. Он как выходил, так и выходит. Да ладно, и к нему меньше всего претензий, потому что он и был таким. Ну там. Ну они, кстати, тоже уже планету скоро взорвать будут. Да, да, да. Там уже тоже ингредиция и башет жестко там у них. Мы упадем с танка на крыло вертолета. Там уже такие сюжеты. И поэтому, да блин, я реально, я все, я не вспоминаю. Я вот тоже пытаюсь. Не могу. Ничего крутого вообще вспомнить не могу. Только мой второй концерт лучше первого и все. Вот, кстати, а какой у тебя по счету концерт сейчас будет? Пятый. Вот. А, кстати, мы у тебя на канале выходим, да? Смысл твой концерт здесь рекомендовать, да? Нет, давай порекомендуем. Ну короче, да. Короче, я смотрел, я смотрел Витин концерт, мне очень понравилось. Смотрите, мне кажется, это, если не самый смешной, то самый личный Витин концерт, который я видел. Который я видел. Так что я вам сильно советую. И Витя заморачивался ради него. Это я тоже могу достоверно сказать. По факту, по факту все. Я сам хотел отзаскать в конце, но раз уж такое дело, то да, да. Ну это факт, ты же, типа с этим не поспоришь. Я считаю, это крутая работа. От нее пахнет меланхолией, но все равно она крутая. Ну что поделать, я очень хотел это отпустить. Меня не отпускала очень долго эта история. Я долго боялся, что просто у меня комедийного навыка не хватит, это чтобы хоть чуть-чуть люди смеялись рассказать. Я в какой-то момент понял, что сейчас может хватить, чтобы люди смеялись, но я это рассказал. Я все еще понял, что не все смог дотащить, что хотелось мне. Что-то я не смог смешными сделать. Что-то люди прям грузились, повыбрасывал и оставил только смешное. И в общем, все нормально будет. Нормально. Мы даже уже людей собрали почти сколько надо. Так что даже сильно не усираюсь тут с промоутированием, но если кайф приходите, все, я уже даже выделываться не буду. Я приду, я хочу посмотреть. Я не помню какого числа, но ты мне напомни, я приду. 4 июня. Все, я приду точно. Вот. Сейчас, одну секунду. А, я, кстати, кажется, вспомнил франшизу, которая не стыдная. Так. Колись? Бегущий по лезвию. Интересно. Новый Бегущий по лезвию мне все еще понравился. Бегущий по лезвию 2044, огонь. Да. Огонь. Так, мы час 37 снимаем. Слишком долго уже, надо закругляться? Не то, что надо, но по-хорошему, я думаю, что больше смысла нет. Я просто заебусь на монтаже просто. Согласен. Давай не будем все. Но мы офигенно поболтали. Анимы вообще я записал кучу всего. Да, короче, Михаил Зейферт, это был у нас в кадре. И Виктор Капаница. Да, вы, пожалуйста, тоже там, канал Мамс Мэджик, ссылку я на него оставлю. На инсту Михаила Зейферта ссылку оставлю. Если честно, мы все понимаем, что миллионами вас туда не побежит. Но если вы какое-то внимание окажете контенту Михаила, нам всем будет приятно. Мне нравится твой почти нотационный тон, знаешь. Ребята, вы... Да блин, я этот подкаст, пусть это будет уже называться подкаст, хрен с ним, я сделал вот таким. То есть, люди как будто подслушивают беседу. Это я не буду записывать, это вот для тебя. То есть, я хочу, вы дома у меня. Нет, я это не вырежу. Вы дома у меня. Так что, не выебывайтесь давай. Лайк мне ебанули, в гостях, тише овечки. У меня есть предложение тогда. В следующий раз, когда будешь писать эту штуку, поставь один стакан сбоку, как бы их. Это же прикольная идея. Ну да, хорошо, я понял. Даниил, серьезно, спасибо, что посмотрели эти 500 человек. Сколько вас там смотрят еще все в мой канал? Виктор тоже мастер при объединении. Не, не, у меня реально мало прям. прям что-то это... Надо сольник выпускать быстрее. Давно не выпускал прям видео, и это-то поотвыкли люди. Ставьте лайки, пишите комментарии, Витя же для вас контент делает. Не кошку показывает за деньги, а типа что-то снимает, заморачивается. Я вот сегодня для этого приехал специально. Так что, let's go. Let's go, видео. Блин, ну тут профессионализм, конечно, у вас на вашем Мамс Мэджике на другом уровне, конечно. Зависть вызывает по-своему. Профессионализм. У нас один выпуск, звук в заднице, второй цветокор. Мы все сливаемся со стеной. Ну, чтобы вам соответствовать, я засру и то, и это. Уровень контента, когда люди пойдут на вам смыльчик, соответствовал ровно. А как ты будешь это назвать? Ты не придумал, да? Нет, напишу, Миша Зейферт, прикольный чел. Вот так напишу. Ну ладно. В общем, если вы это смотрите, знайте, все не так, все будет хорошо. Блядь. Ладно, неплохо. На этом мы и порешили. До свидания. Как будто есть куда уходить. Продолжение следует...